Так, всем привет! Канал Роман Безбородов, сельхозтехника. Роман, меня тут просили снять обзорчик на новый 1104 еще раз, пока я здесь на выставке. Ну и давайте это сделаем. Трактор 110 сил имеет, собственно, это следует из его названия. Он весит почти 5 тонн, клиренс у него 43 сантиметра, тяга у него 25 килоньютонов, что означает, что он является конкурентом 12-21 по тяге. Топливный бак 150 литров, движок здесь четверка, дизель с турбиной. 12 передач вперед, 12 назад, реверс на тракторе, переключение передач синхронизатора, механика. Передний мост ZZF, балочный, два цилиндра на поворот колес. Сцепление двухдисковое, люк, одно на вон, соответственно, вал идет напрямую к вону. Ну, колеса давайте покажу. Задние 16,9 на 34, передние 13,6 на 24. Дверь с двух сторон. Такое панорамное остекление. Просторная кабина, сейчас залезу внутрь, покажу, как это все выглядит. Так, подъемная сила на навеске 29 килоньютонов, ну, то есть, примерно, почти 3 тонны подымает. Насос 45 литров в минуту. Все. Стоит ресивер, соответственно, есть компрессор. Воздушные тормоза на прицеп. Есть кондиционер. Клапан воздушный, внизу здесь смонтирован. По навеске. Есть траверсы, поперечина. Есть такое прицепное устройство, колеблющее. Для чего-то не сильно тяжелого. Есть просто крюк прицепной. Палец 4 сантиметра. Так, цилиндра 2.1, как всегда, выинтегрирован. Даже два контура пневматики сделаны для прицепа. Распределитель новый. Он без дистрибьютора. На три контура. С тросиком управлением. Сразу возможности подключения. Розетки. Традиционно сапуны выведены право-лево из коробки и из топливного бака. Вомду скоростной. Шары тут впрессованы. Траверсу обычно ставят китайцы, когда впрессованы шары. Когда трактора с крюками, вот этой балки, перемычки нет. Брызговички. Крылья. Плотный толстый пластик. Новая кабина. У нее панорамное освещение, диодное. Антенну вот сюда перенесли, чтобы ее не поломать. Камера заднего вида. Сейчас ее изображение передается непосредственно на панель под рулем. На экранчик. Зеркала новые. Здесь спереди тоже освещение по-новому смонтировано. Можно эти фары поставить, чтобы они в бок светили, как вам удобно. То есть уже ничего не нужно дополнительно химичить, достраивать. Можно их развернуть, как вам нужно. Маячок проблесковый. Так, интеркулер, кондиционер, охлаждение трансмиссии, водяное охлаждение двигателя. Аккумулятор вартовский. Вот такой, видно. Воздушный фильтр тоже нового типа. Такой многоциклонный, с эжекцией. То есть пыль будет уходить при помощи вентилятора. Как-то там куда-то осыпаться не разбирал, не знаю. Но, собственно, вентилятор будет помогать фильтровать пыль. Соответственно, фильтр надо будет продувать, прочищать реже. Здесь все без изменений. Турбинка вот такого типа. Совсем небольшая. В сравнении с рукой, смотри. Сеточки, чтобы пыль не залетала. Фильтра. Топливная система. Common Rail, бошевская. Вот информация про двигатель. Кому интересно, почитайте. На рулевое управление здесь отдельный насос. Гидравлика. Ну и давайте заглянем вовнутрь. Во-первых, классная, удобная замена. Салонных фильтров. Взамена, продувка. Руками откручивается. Вкрываете, меняете. Такая сидушка пассажира. Орудия с экранчиком вместе поворачивается. Вот сюда будет проецироваться изображение с камеры. Но на выставке заводить нельзя, поэтому заводить не буду. Потом, если интересно, покажу, как это. Я, по-моему, в одном из предыдущих видео уже заводил. Так что посмотрите предыдущие видосы. Кстати, если подпишетесь, буду прям очень рад. Реверс. Под сидушкой здесь зона хранения. Еще здесь есть полочка. Тут написано, что Росагролизинг. Действительно, этот трактор можно через Росагролизинг приобрести без проблем. Так, управление кондиционером. Раз, два, три, четыре, пять воздуходовок с одной стороны и столько же с другой. Колоночки, музыка. Блок управления светом. На каждую кнопочку нажимаете и загораются соответствующие фары, фонари. Люк прозрачный. Шторкой можно его закрыть, если он вас напрягает своим освещением дополнительным. Еще шторочку, как всегда, закрывает лобовое ветровое стекло. Освещение кабины. Одно, второе, с двух сторон. Класс. Здесь у нас аварийный сигнал. USB. Это масса из кабины включается. К бошевским common rail'ам идет такая регулировка мощности. Четыре положения. Китайскими иероглифами отмечено. Ну, видимо, первое, второе, третье, четвертое. Имеет силу, то есть, нужно заглушить трактор, переключиться, и тогда это будет иметь какой-то результат. Увидите разницу. Руль регулируется еще и по вылету. Цифровая панель. Ну, данные отображаются все на этом экранчике. Дворники. Коробка. Здесь четыре передачи. Три режима. M, видимо, средний. High, повышенный. То есть, транспортный. Low, пониженный. L. Ну, реверс показал на руле. Тут у нас ручной акселератор. Три контура гидравлики. Вот этот фиксированный. Павычи. Здесь свет дворники. Это, сюда вставляется, ключ зажигания. Есть даже прикуриватель. Еще одна розетка. Здесь блок предохранителей. И тоже розетка. Крючочек. Такой же с этой стороны. Специальная ручка, чтобы, допустим, взяться за нее, когда вы хотите посмотреть назад. Сзади тоже есть дворник. Окно открывается. Можно посмотреть на навеску сверху. Закрываем. Подстаканник. Еще один подстаканник. Здесь у нас регулируются обороты в ОМ. Эта рукоятка отвечает за подключение полного привода. Блокировка дифференциала пяткой. А тормоз можно распарить сцепление. Это сцепление в ОМ. Ну и ручник. Также у нас есть ручка управления навеской. Можно зафиксировать ее в определенном положении при помощи вот этого вот хомута, зажима. И, соответственно, она будет опускаться до определенного положения. Сидение с регулировкой жесткости. И плюс регулируется взад-вперед и по высоте. Трактор смонтирован... Сейчас я вам покажу на улице. Кабина установлена на пластинах из астропласта и резиновых подушках. Вот пластинки, а вот подушки. За счет чего на кабину передается значительно меньше вибраций и шума. Трактор реально стал очень тихим. Это вот новая кабина, которая в дальнейшем... Вся линейка будет приходить к этой кабине. Вот 1304, который будет доступен с весны, я даже сейчас обзор пока не буду записывать. Он тоже стал супер тихим с введением вот этой кабины. Так что все, что ждали от ЮТО, сочетание надежности, прогнозируемости, так еще теперь и комфорта, как вы видите, с этой новой кабиной, теперь у нас есть. Надеюсь, что все, кому не хватало именно этого, уже как-то будут мнение свое строить относительно ЮТО по-другому. Что это уже не только рабочая такая лошадка надежная, но еще и трактор комфортный для работы. Поэтому, если кому остались какие-то вопросы, пишите, с удовольствием на все буду отвечать. Лучше сразу на WhatsApp. Телефон оставлю в подписи, в комментариях. Подписывайтесь на канал, рад вас всегда видеть, читать ваши комментарии, отвечать. Короче, всем хорошего настроения, всем пока!